Говорил я, Медузу убивать трудно, но стоять Медузе здесь еще труднее. С Веномайнсером душка нереальная. Две смерти, 26 крипов только лишь на Медузе, пятый из конца Нетворс. Ну не Нетворс, но Крипстат. Кстати, про Нетворс. А, Нетворс тоже пятый из конца. Справедливо, закономерно. Избивают Найт Сталкера. Забегают сюда в фокус файрить молодой Пригов. А никак он не попал этим Паунсом! Поторопился немного Сларк, попытался успеть в первую очередь сбить телепорт. Не тут-то было. Рубик. Накидывает по Ракузану. Параллельно убивают Веномайнсера, но это не совсем получается. А вот Лич вместе с Маккарцем здесь действительно гибнут. Камнем его, собственно, первого уровня. Вгодил. Мега-кил, между прочим, на Рубике. Пингвинчик. Все у него здорово. Фармит. Четвертый Нетворс. Порядочно. Найт Сталкер не погиб ни одного раза на линии против Сларка. Вот это, причем, достижение максимально серьезное. Особенно учитывая то, что... Стингер. Ошибся. На миде потерял свою жизнь от Панды. Вот, особенно учитывая то, что Найт Сталкер большую часть времени в одиночку стоял. Действительно круто, что он там не нафидел. Панда забрал Стрик с Рубена. Панда 4-300. Панды будет очень быстро Юл. Это крайне опасно, получается, для его оппонентов. Интересный, кстати, билд через пассивку в 3. Ха. Ну, можно, наверное, и так. Нанизу Эр Спирит, значит, на низу будет Экшн. Готов закатываться, готов воевать. Правда, 3-го уровня он... Проживет после Роулинг Болдера. Он, наверное, секунд 5 в лучшем случае. Под шквалом атак от Веномансера и его Варда. Под Раскастом от Рубика. А тут еще и Моношилд себе подукрал. Первого уровня, конечно, не особо. Скорее, Змейку, наверное, пытался, но... Медуза, получается, контролит. Не позволяет. Форт Найтмен сюда сделал телепорт. Ну, вчетвером. Под ультимативочку Найтсталкера, конечно, можно у Клайнера вражеского и забрать. Хотелось бы побольше. Закончилась мана, во-первых. Во-вторых, герои там далеко, и их много. Лина дофармливает себе Юл. У нее есть Аркейн Ринг. У нее четыре сотни уже осталось до этого заветного артефакта. Лина с Юлом настолько быстрым, там, на десятой, на одиннадцатой минуте. Он будет держать в страхе всю карту. Причем весьма и весьма длительное время. Молодой Пригов забегает, забайтил на себя имба-стингер героев. Убили Эрспирита. Еще пока не совсем. Сам Рубик живет. Ну, тут есть Оракл, да, чтобы его подсейвить. Там еще и ультимейт в наличии все-таки был. Есть стики у Найтсталкера. И сам он плотный. Взять его нелегко, но занимаются этим плавно. Молодой Пригов от Панды с дабл дэмэджем. Начинает получать. Есть Лагуна. Можно добить. Убили Найтсталкера. Параллельно Панда, я думаю, одним героем здесь не хочет ограничивать себя. Какие же тычки! Твою же ж налево. Пассивка в три, дабл дэмэдж. Как же это Лина раздает? Там 250 урона, правда. ДД снимает с ней Оракл. Макарец ничего не добивается своим катом. Пингвинчика. Лине добить будет нелегко. Хотя вот Юл сейчас долетит. На самом деле можно даже развернуться. Здесь уже Сларк. Стоит, пожалуй, здесь Блэйд с нижней линии уйти. Просто позволить АГС забрать эту Тирадин. И сильно не заморачиваться. Сларк! Чуть не умер от задувочки Лины. Нет, слушайте, Панда действительно развернулся. Тут все красные. Тут вопрос техники просто скиллы выдать героев добить. Вот он Сларкенсон. Нажимает ультимейт. Спаунс в кулдауне. Он сам в Сайленсе. Телепорт тоже нет. Его не будет. Ну, да. Да. Зачем отдавать линию, если можно задебить? Красиво пришил Брегов пауэршотом убегающего Аэроспирита. Не определились, за кем здесь гнаться. Блэйдс получилось, что за двумя зайцами, как говорится. Там все-таки Виндрэнджер с мувспидом большим. Форт Найтман еще и погиб за это. За каждую ошибку наказывают обе команды друг друга. ГС пока поактивнее. 15 фрагов у них против 7 со стороны Блэйдс. Но Нетворс весь, в принципе, стоит ровно. Поэтому не особо важно, кто там сколько кого убил. Очень активно ведет себя имба Стингер на этой карте. На линии развалил, продолжает. Ну, это Рубик, конечно, он всегда воевать гораст. Как раз один из тех героев, кто безостановочные драки пылкой и любовью любит. В миде группируются персонажи. Есть Аэроспирит 6 уровня. Еще без урны, но это не особенно важно. Главное, действительно, ультимейт. Панда сможет обойти, например, сбоку, приподнять кого-то и выдать рассказ. Но там 5 героев. Друг друга они в обиду особо не дадут. И врываться в них, наверное, тоже нелегко здесь. Доламывают вышку, прожимают тут же Смоук. Кстати, забег, получается, на Пингвинчика или куда? Распределились сами. Попытались, да. Пингвинчик, прошу прощения. Это же их герой. На Аэроспирита. На Аэроспирита, хотелось сказать. Медуза фармит. Медузе долетает Яша. На Творс на карте у нее нет топовый. Но с Линой и с Ларком пока в этом вопросе соревноваться тяжело. Со временем будет выходить во все большее и большее цифры. Правда, если Виномайнсер будет регулярно эту медузу объедать на ее же эншентах, тогда, конечно, шансов поменьше. На развитие с хорошей скоростью. Молодой Пригов прожал ультимативочку по вышке. Тир-1 должен здесь падать. Вопрос небольшого количества времени. За Виномайнсером могла здесь погоня произойти. И все еще может. Фортнайтмен под щитком лича. На ультимейте мог бы быть, но пока его даже не жмет. Просто затянают Виномайнсера. Да, есть ночь. Большой ему спит. Молодой Пригов на Хосте. Он ее сейчас лишится же. И дальше будет особо так не побаковать. Почти пристрелил Фортнайтмена. Не попал, немного не угадал. Как же хочется купить Пайп команде Блейдс. А у них то Слардер, то Найт Сталкер. Вот постоянно в этом положении команды оказываются, что просто оффлейнер не может себе что-то такого позволить. Вместо этого пытается БКБ нафармить НС. В принципе, так тоже можно играть. Но, не знаю, команда будет страдать. Попытка загнать молодого Пригова. Муспит 520 у Лины почти что максимальный. Есть также Юл. Особо далеко отсюда не уйдет ВР. Особенно если есть Вижен вот такой вот ничем не прегражденный. Хотя уже размансил Пригов, конечно, грамотно. Фортнайтмен будет вынужден отступить. Признать, что ультимейт у него просто потрачен. Кстати, после этого там можно и напасть в ответ. Набегает Пингвинчик. Вот он Фортнайтмен. Вот она Смерть. Еще и Сларк забирает. Стак перманентный, дополнительный. Да ладно, почему его не было? Он же ластхитнул его с руки. Как это стака не было? Что-то я не понял в этой ситуации, но окей. Ой, боже, какой проказ лютый просто. Там, там такая рвань от магического урона происходит. Лина. В наглую пытается допушить Тирадин. Жмет Юл и ускользает отсюда. Хотя толкает. Рубик еще и Пригова. Виндран очередной жмется. Шейкл пускай в единичку, но есть. Фокус фаер. Можно прожимать прямо сейчас. Юл в кулдауне. Стан попробуй выдай по этому бегуну. Получилось это сделать, но есть же Рубик. Молодой Пригов добивает панду. И срывает с него минимальный ностриг. Хорошо у ВР-ки дела ладить получаются с Линой. По мукспиду от нее не проседает, что немаловажно. Пингвинчик попытался подцепить Лича. Убил вместо этого курьера. Самого дорогого медузовского. Хотя нет, самый дорогой был бы Линовский, но не важно. Все равно ценного. Боже, не спускают Лича под вышкой. Ну нигде спокойствия не найти здесь на карте. АГС тебя найдут просто в любой точке абсолютно. За медузой с дабл дэмэджем выехал молодой Пригов. Хотелось бы ему не превратиться в камень, но чуть-чуть этот момент не был доконтролен. Побежит дальше. Побежит дальше. Уже Фортнайтман здесь будет спасать молодой Пригов. Ой, как много контроля по нему заезжает. Медуза стреляет на развороте. Почти погибла она от Пригов, а его фокус файера. Не стоит забывать, сколько там урона заезжает. Пингвинчик сюда. Очередной волной атаки под ультимейт. Правда, уже самого его будут, видимо, здесь за жертву принимать. Как-то Виномайнсер уже после драки решил кулаками помахать. Ультимативкой своей, наверное, не очень разумно было. Задинаили Тауэр на миде. АГС. Забрали у них Тауэр на верхней линии. Линия отчаянно нужна БКБшка. Без нее драться не особо реально. Это не избавляет тебя от натиска ВР-ки в тимфайте. Конечно. Фокус файерного. Ну. Хотя бы что-то. Хотя бы от контроля защита. Интересно, на самом деле, не увидим ли мы здесь от молодого Пригова вдруг какого-нибудь диффузальчика на ВР-ке? Ну, это маловероятно, я понимаю. Но можно было бы попробовать Медузе Ману сжигать таким образом. Прям полный столб, убирая секунд за, не знаю, 3-4, наверное, выстрелов. Есть, конечно, с диффузом Сларк. Но это же все-таки не фокус файер. То, как он атакует. Эр-спирит успевает укатиться. Фортнайтмен благополучно делает телепорт. Сейчас за Маккарцем все еще погоня. На хосте Виндрейнджер. Прожимается фокус файер. Давай прокай, прокай, Джеви, Лин. Постреляем мы в него. И фокус, и файер. Паршот. Нет. Панда. Нет маны на стан после его. Благополучно отсюда Пригов отойдет. Как бы, если что, у Тауэрфлова стоит, а Крепеш здесь. Они втроем уже тут героев уничтожают прямо вот под Тир-3 вышкой. Интересный талант. Вместо атак ренджа на 100 урона пауэршота. Хотя, казалось бы, есть гроуфау, можно еще увеличить дальность. Все это эскалировать максимально. Решает, что фарм ему дороже. 550 дэмэджа. Это что вообще за жесть? Это законно? Форт Найтмен. Не выдерживает натиска вот с Ларка и Рубика вместе взятых. Ой, Медузка как одна здесь. Ой, Пингвинчик эту ситуацию видит, читает. Ой, команда бежит уже вся. Ультимативка прожата. По Пингвинчику Медуза стреляет. Стоунгейз у нее в кулдауне. Это Кусь. Кусь от Сларка. Минус лич через шейкало фокус фаер. Медуза никуда отсюда не уходит. Вот говорилось, что Медузу против Сларка не очень хочется брать. И вообще в таком активном пике. Ну, как бы против такого активного пика противника я имею ввиду. Это еще ладно. Особенно учитывая то, что у команды своей тоже все неплохо. Ну, Сларк... Сларк знает свое дело. Сларк будет вгрызаться в нее и в дальнейшем. Вот она вышка. А вот и вышки нет. Сплит пушит, сплит фармит. В некоторой степени немножко. БКБ у Найт Сталкера все еще не насобиралось. У Линны, я так понимаю, летит. Да. С БКБшкой Линны вроде как даже не против куда-то и пойти здесь. Господа Блейдс. Например, на Рошана, на которого зашел их оппонент. Линкен Сфера сбита. Можно клацать фокус Вайер. Чем Прикова занимается. И, например, на Вендране еще и танковать. Конечно же. Ну, тут приятная комбинация, получается. То Вендран танкует, то Сларк, который ультимативкой регенится, пока это Вайерка делает. Ну, ладно. Это не важно. Но Макарец ультимейт по всем гениально ворвался. Чайник туда же. В БКБ Сларк со стороны Имба Стингер погибает под Сайленсом. В БКБшке Сларк и Молодой Пригов просто отступают. Там же Рошан, тысяча здоровья. Как можно уходить? Куда уходить? Панда. Заходит Медуза бить Рошана. Асти просто на халяву. Ему сейчас Аегис подарят. Медуза. Добивает Рошана. Умер Оракл. Окей. Возвращается Диэкс в ультимейте. Не забирает ни Рошана, ни Аегис. Погибает сам. Медуза с Тонгейзом там раскастовалась. Фортнайтмен рвется в бой по-прежнему. Хоть и погибнет сейчас от пауэршота, но пингвинчика добить хотелось бы. За него умирает очередной герой. Дотикает Лич от Яда. Ну, как-то Веномансером немножко эту драку вернули в русло, необходимое себе АГС. Но, блин, отдать Рошана на тысячи здоровья. Медузе. Медуза теперь Аегис. Как ее теперь пробивать? Лина. На хосте раз в десятый за эту игру. Пытается пробить ВР-ку. Маны не хватает на лагуну. И Шейклшот успевает сбить, но уже там никуда дальше особо не пойти. Маны не было также и у Прегова. Пингвинчик с Алиберра собирает себе Алибарду. Ну, я думаю, даже не единственная в дальнейшем Алибарда в этой команде. Хотя для Рубика, наверное, не особо подходящий артефакт. Ладно, единственная. Проехали. Но она необходима. Сто процентов против Медузы. Это важнейший арт. Медуза, которая пока что... Она больше танкует в тимфайте сейчас, чем прям расстреливает и убивает героев. Но рано или поздно такой момент, такая ее кондиция тоже настанет. Где она по-настоящему страшным ДПСером обернется. Вот тогда Алибарда и потребуется. Не рискует Сларк добивать Тир-2 на нижней линии. Хотя, я думаю, скоро этим займется. Все равно команда чилит пока. Команда ведет себя осторожно. Нападать сломя голову по карте бегать, наверное, не особо хотелось бы. Покуда у Медузы Аегис. Аегис еще достаточно долго будет в активе. Тир-2 доламывают на верхней линии. Тир-2 параллельно понемножечку грызет Сларк. Но делает это, конечно же, и близко. Не так быстро, как Медуза. А вот они телепорты на низ. Вот она Медуза с Аегисом, не стесняясь. Прямо в героя вражеских. Веномансер, по-моему. Сомневаюсь, что доволен своей позицией. В этом положении. I'm so rich. Позволяют сделать телепорт Оракл. Он подсейвил Веноману совсем ненадолго. Погоня, погоня еще. Эр-спирит. Будет камень. Будет сайленс. Можно попытаться избить Рубика с БКБшкой. На Фортнайтмене точно можно это сделать. Правда, шансы и погибнуть у него тоже достаточно солидные. Нетворс равный. 27-ая минута. Какого-то существенного перевеса ни в одной из сторон нет. Вообще перевеса нет. Есть, конечно, Медуза, которая с каждой минутой все сильнее и сильнее. Это страшно. Но вроде есть Сларк, который потенциально в более поздней игре ее может съедать. Который будет рано или поздно с Эбисалом на нее набрасываться. Кстати, есть Баттерфляй на Медузе. Ой, а вот это уже страшно. Я что-то смотрел на ее артефакты текущие и от этого старался отталкиваться. Ну вот, когда речь идет о Баттерфляя, тут уже совсем по-другому нужно говорить. I'm so rich. От Фортнайтмена получают по голове. Как же больно, но Сайленс успеет закончиться. Вроде бы как. Нет! Он, уже анимация пропала, но еще вот доля секунды. Так вот, ее не хватило. Есть БКБшка на ВРке, как мы это видели по Пайту на Рошане. И Манки Кинг Бар. Манки Кинг Бар на ней появится также через 600 золотых. БКБшка на Лине, соответственно, тоже. Что есть Тир-2. Нет, поймать Сларка. Появится у него Скади. Вот после Скади можно какую-нибудь там тоже МКБшку или Эбисол покануть. Будет достаточно мощной боевой единицей Диэкс. Ну, он ей и является сейчас, в принципе. Просто Медуза, наверное, пока что превалирует. На Стоунгейзе уехал Асти от своих соперников. Есть у него Квивер. В качестве нейтрального артефакта. Есть, кстати, Философский Камень у Распирита. Что-то по третьему тиру. Не обращал внимания немножко. У Лины Квикининг Чарм. А с другой стороны... War of Destruction, Сларк, Спайдер Лекс, Виномайнсер и Телескоп. О, Телескоп для Оракла и Рубика. Это серьезная штука, кстати. Сбегают отсюда все. Летит по Fortnite Man and Fortune Sand, но есть у него БКБ и Телепорт отсюда. Так, вот он. Манки Кингбар возник у ВРки. Пробивать Медузу можно. Пробивать Медузу нужно. Делать это будет весьма неслабо, молодой Пригов. Хотя, наверное, профильной его целью все-таки является профильной и приоритетной. Именно никто иной, как Лина. Макарец добивает его, молодой Пригов. Можно драться дальше. Там Сларк, я так понимаю, почти один против всех. Нет, не один, а с Виномайнсером. Привязан в Fortnite Man, но вылетает он. Вынуждены его отпустить. Добили Распирита, Распирит байбайкнулся и погибает снова. Добили Найт Сталкера, хотел я сказать. Да, Распирит, походу, не выживает. А вот он, Фокус Фай, очередной уже на Медузу. Куда она делась? Что там ВРка вообще исполняет? Половину здоровья отрезала еще и лечу с пауэршота. Да, молодой Пригов на ВРке в ударе. Слушайте, я не удивлюсь, на самом деле, если после вчерашней игры на этом персонаже достаточно хорошей. Если после этой игры вообще ВРку будут банить, когда увидят молодого Пригова на миде, потому что очень-очень серьезно он смотрится. Фокус Файер, по Тир-3 Тауэру, Лич, Дефит, как обычно. Так еще и Глиф был в наличии, и Репейр Кит туда же. Боже, как играть? Почему каждый раз, когда хочется зайти на хайграунд, там Лич и Репейр Кит. Это просто невыносимо. Только Кугил, кстати, молодой Пригов, казалось бы, МКБшку эту перед Тимфайтом. По его окончанию, после трипл-кила, уже у него появился также Блингдаггер. Тир-2А на нижней линии тоже здесь доломают. Ломают, Рошан появится в очень скором времени. Доминацию свою показали, позиции здесь захватили. Можно действительно дожидаться Рошана, и тогда уже пробовать заходить на сторону. Сларка Скади есть, Сларку. МКБ нужно добить. Ну, для этого еще немало потребуется, но... Рано или поздно необходимо этот артефакт и обретать. Смоук разбили. Лина в очень незавидной позиции. Сларк. Его цепляют, но у него же БКБ. Лина в Еуле. Блокимбария летает. Замедление от Скади проходит. МКБ все равно стреляет. ВРК с дабл-дэмэджем. Форт Найтмен осыпался, как осенний лист. Курьер контролит положение. Варда здесь нет. Но в любом случае на одной и той же точке погибают два раза. Хотя бы не все герои, а только лишь двое. Но вообще, это может знаменовать заход на ХГ. На один репейр-кит уже, можно сказать, развели. Там серьезных намерений явно не было сторону ломать. Разделяются на две разных линии. Молодой Пригов. Выжиг всю ману Абсолютно Медузе. И пойти просто побить Тауэр в это время. Репейр-кит нажали. Вернуться к Миду. Хорошая схема. Здесь, правда, Лич. Но Лича, в отличие от репейр-кита, пережить можно еще. Медуза получает Шейкл. Туда же Фокус Файер. Поднимается она. Мады на Медузе уже нет. В контроле пока что находится молодой Приговар. Тут БКБшка. И куда делась Медуза? Опять же. На Виндране сможет блинкануться через секунду. И Фортнайтмен на развороте получает, как обычно, по лицу. Диэкс начинает ломать Тир-3 в очередной раз. Байбэкнулся Найт Сталкер. Но особо он здесь не посражается. С Пандой вместе можно и нужно, конечно, пробовать. Но уже подняли Неса. Уже его заплюнули. Шейкл, к сожалению, не прокнул. Окей. Просто кайтить. Пингвинчик погибает от Лины. Там Крит, что ли? А не, там МКБ брокает. Да, там серьезный урон. Ну, бараки задыпили. Что на миде, что с этой стороны. Однако отсюда АГС уходить не планируют. Вряд ли можно еще вписаться в 25-секундное окно отсутствия Медузы. Тут скорее пытались кого-нибудь на потенциальные ошибки подловить. Можно Рошана подловить. Вот что я скажу. Все-таки уже воскресился. Причем еще до последнего файта. До последнего захода на пригорок. А вот ВРК, да, видит его. Тут же мгновенно нападает. ВРК, конечно, какой-то просто невероятный урон делает. Урон и импакт в принципе. Вот в предыдущей драке он зашейклил Медузу. Он расстрелял Медузу. Все, элементарно. Никто, по-моему, по ней другой даже и удара не сделал. Айгиз для молодого Пригова. Сыр на Сларке. Кстати, Сларк, да, гениально брожал Даркфак перед поднятием на гору. На гору. На гору. Пингвинчик заходит на базу. Уже успели это сделать Сларк и ВРК. Нижние бараки они потихонечку добивают. Алина, двадцать пятая. Да, с талантами всеми полностью на физ урон. Гелем по Фортнайтмену попали, но нужно понимать, что сейчас действует ночь. Найт Сталкер быстрый и ловкий или не действует? Секундочку. Я запутался. Да, действует, действует, конечно. О, уже видно. Забыл. Не торопится заходить. Сларк вообще далеко находится от всей своей команды. МКБ у него есть, между прочим. Попытка нападения на Веномайнсера не закончится ничем хорошим. Есть расстрел по Эрспириту. Панда, панда, панда! Уничтожил Пригова, но это Айгис, ладно. Сларк. Нападает на Алину, она в ПКБ. Он тоже под Скади. Бежит, просто выгрызает. Лина дерется в ответ. Лина не слабо дерется в ответ, но есть у Сларка Ультимейт. Там саппоры развлекаются, но здесь вопрос Медузы. Рубик с Стоунгейзом. Медуза окаменеет. Ее там уже поедал Сларкенсон на самом деле. И это очень похоже на конец, если честно. Минус 5 героев. Было бы, если погиб еще Лич. Минус 4 есть и так. И минус игра. Для Блейдс. Что означает в данной серии все-таки со счетом 2-1. Но от АГС победу. И это проведем мы дальше эту мысль. Дальше мы проведем ее к тому, что первая серия сегодняшнего дня закончена. Вторая начнется после небольшого перерыва. Победители будут сражаться между собой за первенство в рамках сегодняшнего игрового дня. Будут там выступать АГС против Даркос, которые победили в своей паре со счетом 2-0. Все, отправляемся на паузу. Очень скоро разберемся с тем, когда матч начнется. Далеко не расходитесь. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Шадоу Демоне и 5 Лич, I'm So Rich, или как я уже успел его окрестить в начале сегодняшнего игрового дня, I'm So Lich. Действительно, это так. Альберт, это у нас Бистмастер на троечке, Оркворкер, Шадоу Финт. Кстати, если я правильно помню, против Альберта Бистмастера банили. Вот такая вот история. Значит, он должен быть хорош. Итак, так-так-так-так-так, что здесь Бэтбой. Четверочка Тускар, Кводкит будет Кеоснайтом исполнять и Команданте на Снэпфайр. Повеликолепно, поехали. Два героя со стикками, но не видят Шадоу Демона, не заряжает он их, только Ману тратит. Ну ладно, в любом случае Руна тут забирается, а Тускар не успевает перегнать Лича. Ну, может ему еще пошаптно стучать просто немного. Бэтбой. Хочет Курьера, возможно, убить или какой-то Вардик здесь воткнуть в районе мидов. Его видят. Тонко намекают, что там Тусик бегает. Так, на миде у нас СФ Квопа. Что может быть еще более классическим, чем СФ Квопа? Только один на один на СФ разве что. Со скримом на первом уровне молодой Пригов Крипов всех добил. Красиво. А Альберта уже добивают здесь. Пока Тусик бегал по карте, вот уже и его Бестмастер закончил здесь при жаловом сам Бэтбой. Не ожидал, что тут Лич вообще-то второй уровень получил, как бы только что за это убийство. И приговаривает также Тусика, делает даблкил. Кулдаун у него на всех способностях. Какая разница? Бестмастера еще разбить тут уже не важно. Главное то, что действительно антимагу линия достается халявная. Так быть не должно. С этим трудно что-то сделать, я не знаю. Нужно было трипл-лейном к нему приходить, но... А Снэпфайр тогда... Бросила бы Кио Снайта одного против Тимбера и... Против Тимбера и Шеду Демона. Так оно, к сожалению... Нельзя делать. Можно было бы еще задуматься над чем-то подобным в то время, когда у ЦК Крит прокал с кулдауном, а не с шансом на его выпадение. Тогда разговор был немножко другой. Сейчас потруднее ему с этим. Не такой он уже... Держатель ударов на легкой линии. Во-во-во, бежит за ним Пингвинчик, но... Гоняют. Гоняют Клод Кида. Есть Тангусы. Замечательно. А фарма нет. Три крипа. Тимбер все забирает. Если линии будут проиграны, напоминаю, товарищами Даркус, то шансов у них здесь против АГС и их антимага просто нет. Все, возможно, будет на одном СФе висеть, но это как бы не очень хорошо. Будет очередной фростбласт по бэдбою. Еще один только через 5 секунд. Замедление. Ну вот, Альберт не позволяет заубить своего Тускара хотя бы. Антимагу неприятно. Тусик умер. Антимагу шел флоскот. Парни, плохо, плохо. Команданты. Ничего себе, душат его под вышкой. Уже убили здесь ЦК. Есть мана на Верлинг ДС. Ну, это аннигиляция. 5-0. За три минуты уже успели здесь оформить АГС. И Квапа убивает в соло СФ. Здравствуйте. 6-0. Все три линии выиграны, я правильно понимаю? Просто с этого момента очень легко в один конец отправиться. А куда она именно пошла? А, а тут батюшки. Да-да-да, все правильно. Я что-то мне показал, что прям на Тир-2 там куда-то Квапа обходила с другой стороны. Зачем? Да, для чего. Сделала фраг. Слилась сама. Правильно, вернется Фловы. С шмоточками, с батлом. Зарегененная. Ух! Как все здорово будет. А личи антимаг могут здесь на Альберта так-то и напасть даже. Нападают на Бэтбойя. Как-то не скоординировались чуть-чуть. Антимаг не принял это за нападение. Подпрятали Снэппайр. Есть печенька. Командант может уйти. Кодкид вроде пока держится. И даже нападает в ответ на Шадо Демона. Находя бы. А этот фраг должен быть ему обеспечен. Успел еще Шадо Демон забрать. Команданты. Ой, какой рофл. Декс. Просто отпрыгивает. А на самом деле Тускару, по-моему, здесь конец. Нет, не конец. На Крипа. На Сноуболе. Еще удары. Еще Фрост Бласт. Еще пара ударов. Бэтбой. Не с тобой. Доминейтинг на Личе. Сколько-то фармит здесь, конечно, на Бесмастере Альберт. Он, типа, особо сильно не проседает. Но проблема не в этом. СФ. Хочет забрать Таки. А здесь Квапа 6 уровня с ультимейтом. Ага. По фарме, по фарме, да. А как же. Квапа 6 уровня с ультимейтом в инвизе, кстати, может-то и на низ прийти. Я думаю, должны примерно обрамыть в курсе Даркос. Хотя, черт С2. Вроде Вижена не было. Только если СФ эту тему прочувствовал. Где-то на ментальном уровне. Бэдбой совершенно не вовремя начинает здесь быковать. Получают Суник Вейв по двоим. Счет 10-2. Пингвинчик продолжает давить ЦК под вышкой. ЦК фармит, ну, неутешительно, скажем так. 21 крип. Это не цифра для ЦК. Квин оф Пейн. Дерется с СФом. Ну, против этого парня особо долго не постоишь в схватке. Тебе там парочку Кайлов дает. Тебе нужно уже убегать. Избивают Тимбера. И даже получилось его прикончить. Ну, кстати. Это еще какой-то шанс на то, чтобы в игру... В линии. В игру на линиях вернуться. Потому что отдавать их все полностью нельзя себе позволить. Молодой Криков нападает на Оркворкера. Но ничего интересного. Убили Команданта. Антимаг 1. Бьет Криков. Все ровно. Ква... Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Не знаю, куда смотреть. Давайте экшена. Давайте убивать. Ну вот. Вот он экшен. Я попросил, он произошел. Шадо демона разорвали. Тускар сюда перетянулся. Есть также Ква-па. Ква-па с ультимейтом, я думаю, не будет прекращать давление. У нее есть Блинк. Команданте. Погибает гарантированно. За лошадью... Нет, нет. Вряд ли пойдут. Только если Ква-ткид сам подставится. Ква-па вообще не против, кстати. Блинк есть. Ультимейт есть. Подвышечку можно с уникой взадуть хоть прямо сейчас. Ну, на финалу его оставляет. Угу. Вот так вот. Вот так вот. Прилетает сюда бестмастер. А он... С ним сейчас то же самое не произойдет. Тимберосол ринг будет. У Квапы какая-нибудь мана есть. Вижен опять же в наличии. Вряд ли так сильно высунется Альберт. Хотя, если получить дисрапшн... Шансы на выживание его сократятся очень резко. Здесь СФ. СФ в руне невидимости. С Арккейн рингом. Восьмой уровень. Прокачан ультимейт. Пингвинчика под рор взорвал бы точно. Без рора взорвет тоже. Вот. СФ будет свою команду ввести вперед. СФ будет стараться их... Действительно вытаскивать из той пропасти, в которой после... Линии они оказались. Вращается лич плавно на нижнюю линию. Антимаг. Все еще здесь. Можно попробовать напасть. На ЦК, конечно, не так просто. Это делать как на Бестмастера. Он менее мягкий персонаж. Правда, есть чайник все-таки. Поэтому... Особой проблемы быть не должно. Иллюзии под чайник. Да, спасибо, говорит Аймсорич. Да, Unstoppable. И Бэдбой сюда же. Уже лич викидсик просто 7-0-2 на девятой минуте. Жесть какая-то. Тот, кто с этого лича стрик сорвет, заработает каких-то несметных богатств. Правда, пока он совсем не собирается себя отдавать. Еще имба стингер. Вот он может и погибнуть. Под рором с ОМОНы додушевают. Альберт тоже начинает возвращаться в игру. Тут у антимага все, конечно, гиперхорошо. БФ намечается. И 3000 преимущества. И Квапа будет с Орчидом уже на минуте на 11-12. Но шансы, безусловно, потихонечку выравниваются. Квапа перепильнули. Батлецкий. И 75 золотых до Орчи, да после двух нулей без ботинка. Имба стингер дефит вышечку. Хороший уровень шадоу демона. Не то, чтобы особо были какие-то шмотки, но, по крайней мере, воевать он всегда будет способен в ближайшее время. Балансная раскачка. И через поезд, через соулкетчер, через дизрапшн тоже. Два, что? Ладно. Пусть будет так. Пингвинчик. На Альберта. Ну, не убьет. Он не убьет. Просто погоняет. Или убьет. Там Рора нет 15 секунд. Так-то. Ладно, Тимбер бежит дальше. А у него будет еще и Чайнуха, и Дизраптор при необходимости. Дизрапшн, то есть. Дизраптор при необходимости в доте появляется, но здесь его нет. Умирает от кабанов просто Шадоу Демон. Рор выдает по Бестмастеру. И Снэп Файер. Добавил ультимативочку сюда же Пингвинчик. Как нелепо. Бывает, бывает, бывает. Ошиблись, загуляли. Слишком долго этого Бестмастера пилили. Он устал. И развернулся, навалял им в ответ. Квапа без ультимативки. Но Арчид есть. 12 уровень не за горами. Можно бояться Никвейв уже второго левела выдавать в скором времени СФ. Все-таки планирует себе Юл. Правда, перед этим затарился барабанами. Ну, даже если он будет физовым на самом деле. Если он купит БКБ, после этого еще какой-то артефакт на то, чтобы с руки бить. Все равно ему не помешает Юл. Здесь убивает героев. Это всегда работает. Имба Стингер. Вроде как выживает. А вот Альберт вроде как нет. Особенно учитывая наличие рунной ускорения на квапе. Молодой Пригов. Задувает иллюзии скримом. Квот Кит. Что ультовал, что не ультовал. Ничего там не изменится. Пингвинчик. Не туда выдает свой чакрам. Хотя он просто перерезал обе стороны. Все равно убил. Это прекрасно. Альбсорич. Может отдать стрик Тускару. Ну, хорошо, что Тускару, если честно. Бэтбой, правда, за это тоже погибнет тут же. Ворк Ворк Воркер. Звучит, как будто он может подраться, но у него нет ультимейта. Хотя пока хватает, чтобы отогнать врагов. Но надолго ли? Там будет Сайленс. Квапа, квапа, квапа. Молодой Пригов. Еще один врыв. Планируется. Нет. Против Снэп Файер. Лучше, наверное, отсюда ударить по газам. Пингвинчик не должен. Не должен умирать. Там ультимейт команданта пробовать не станет. Хотя, кстати, если сейчас на птичке заметят. Если Тимбер на Вижене появится. Вон, на Варде. Пойди, ультануть. Ультануть Снэп Файер. Пойди, пойди. Кей, Сэс. Кей, Сэс. Давай, давай, сюда. Бэм, бэм. Еще. Давай, немножко. Хорош. Хорош. Сила Вижена. Сила Вижена, господа. Ставьте варды в своих пабах. Вот такое происходит, когда есть варды. На мид прилетает СФ. Добили Бэтбоя. Оглушили Квапу. Блинк у нее есть. Но под Фиром нельзя его сделать. Койл не добивают молодого Пригова. А он по вартику бежит. Лич. Лич. Чайник затягивает. Он что, двоих убьет? Он ненормальный. Что творит Аймсуэрич вообще на Личе в этой игре? 8-1-6. Да, с него только сняли Викидсикс Трик. Он просто убивает вместе Снэпфайр с СФом в одиночку. Жесть. Просто жесть. Жесть. Это монстр какой-то на Личе играет. Квапа невероятных размеров. Квапа с ультимейтом. 13-го уровня. Орчет взят уже давным-давно. Антимаг уже с Баттл Фьюри. Тоже. 14-ая минута. Падает тир-1 вышечка. Преимущество в 5000. Формежка, формежка, формежка. Антимаг с Талоном. Конечно. С чем же еще? Разбивается Смоук. Аймсуэрич вместе с молодым Приговом побегут искать приключений. на свои ульты. Как нельзя лучше. Квапа с этим справляется. Кстати, не мешает ей ничего пойти еще и дальше. Монстр килл, между прочим, и у Квапы. 9 фрагов сделана уже. Одна смерть. И та от вышки. Просто потому, что он хотел порегениться пойти. Тимбер. Тимбер. Тимбер все еще живет. Добивает его Альберп, потому что он запиливает не крыча. Но это ошибка. Тимбер мог здесь и не умирать. Но это не важно. Важно то, что умирает СФ. После СФ еще и команданты. Это трипл килл для антимага. У которого на 15 минуте БФ и Яша. Что вообще? Он забирает вышки, бегает уже. Это третья тир-1 падает. Как с ним драться? Как играть вообще? Да, у АГС невероятно хорошо все. АГС действительно катком пока по своему сопернику едут. Начиная с линий. И продолжая это все вот раз за разом. Что-то демон не позволит, наверное, все-таки добить здесь. Не, 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 не. Ну, далеко уже. Уже тиммейты прилетят. Да ладно. За квадки там еще летит пингвинчик. Чакрам новый. Хорошо. Окей. Но есть же стан. Ты что, дальше пойдешь? Хватит, хватит, хватит. Борьба была на первых картах сегодняшнего дня в первом противостоянии. Борьба, в принципе, она продолжается. И там игры тоже заканчивались однокалиточные. Тем не менее, их было три. Здесь пока интересно еще. I'm sorry. Чайник раскостовал. Он ушел в эншитов. К сожалению, квапа получает рор. По квапе фокус. Ультимейт от Тускара. Не успел быть прожатым, потому что он был в Сайленсе. Молодой Пригов берет рунку и готов, в принципе, воевать дальше. Даже на этих же самых ребят разворачиваться, потому что все-таки есть Соник Вейв. Сбудет Вижен. Имба Стингер контролит одного, второго. Взорвали Тусика. Тут уже антимаг. Командант не выдерживает такого даже и близко. 10 тысяч преимущество. Ну... Хороший драфт у Даркос. Хорошая идея. Просто линии постояли отвратительно. Переиграли их. Просто переиграли. Продолжаю переигрывать. Как бы еще ничего не закончено. Да, за 17 минут сделано 32 фрага команды и противника. Да, у них 10 тысяч преимущества. Но, в принципе, герои достаточно не слабые. Всегда можно выдать рор. Туда же снэпфайеркой. Разультоваться. Есть также SF с его ультимейтом. Беда в том, что ЦК бедный. ЦК. Ну, Мидасик. Иогр Клаб. На 18 минуте. А там антимаг уже с монтой. Правильно? Да, там антимаг уже с монтой, если что. В этот момент. Понимаете ли, тут такое дело. Даже не знаю, как бы тонко намекнуть. По-моему, сейчас появится Скади Башер. Или просто Скади Баттерфляй. Декса здесь будет не остановить. На миде. Вытанцовывает Тимбер против снэпфайер. Кабаны его явно пугать не должны. Есть Аркан Руна на Квапе. Забросили крипа по Квапе. Интересно пытаются заберстить. Есть Рор. Да, бьют молодого Пригова. Между прочим, еще и остановили Тимбера. SF не лучший, но тем не менее ультимейт. Под страхом. Поогибает Шадоу Демон. Немного остается Пингвинчику. Но снэпфайер его никуда не отпустит. Вот. Это то, почему я назвал игру интересной. И это то, почему здесь еще полным-полно возможностей будет у Даркос. И вот если выходы делать настолько же грамотно, как это было сейчас. Успех у них, в принципе, может быть и в кармане. Против всех, кроме антимага. С антимагом история отдельная, гораздо более сложная. С антимагом придется считаться. Расканили Редиент. Видят, что там около Рошана находятся герои. А может быть и на Рошане. Этого пока еще неизвестно. Антимаг. Ну, Юл не поймает там СФ. Без блинка все-таки, только лишь на барабанах. А вот в ответ, в ответ бегут АГС драться. Есть Шадоу Демон. Кого он там спрятал? Спрятал. Снэпфайер. Снэпфайер погибает. Бежит дальше Диэкс. Вместе с... Квин оф Пейн, конечно же. Альберта они точно разрежут пополам. Слышу Кайлы. Орк-воркер. Подцепили его на Сайленс. У него есть еще Юл. Какое-то время должен, по идее, пожить. ЦК летит сюда, будет ультовать и драться. ЦК спрятали. СФа убили. А теперь можно заняться и квоткидом. Иллюзии. Спасибо. Помогают Чайнику. Айм Сорич уничтожил мгновенно. Бэтбой под Сайленсом не выдаст удар по Тимберу. Вот они и минус 4 в ответ. Как только огрызнулись, казалось бы, Даркос, их очень быстро поставили на место. С башером антимаг. Кстати, вот на Рошана им намекнули, Даркос. Вполне могут в скором времени АГС пойти и самостоятельно его забрать. Телепорт делает Альберт. Некры будут Квапу избивать. Там маны нет. Есть Имбер. Нужно отойти, чтобы Регенруну брожать. И тогда уже можно будет вернуться. Альберт. Альберт. ТП в смерть. Это очень обидно. Да, чё-то там ультимейт нажал. Тут ещё и Некры погибают. 300 золота для молодого Пригова. У него уже БКБшка под деньгом. Сейчас слетает на базу и её заберёт. Почти в соло допушил антимаг Тир-2. Ему помешать никто тут даже не пытается. Слишком для этого силён. Ну и с Тимбером вдвоём они заходят на Рошана. Не то, чтобы прям быстро его бьют. Главное, что эффективно. И никто особо даже не пытается в этом направлении двигаться. Особенно учитывая смерть Бессмастера. Учитывая то, что Бессмастер появится, у него всё ещё даже не будет ни Некров, ни ультимейта. Вот он Аегис. Конечно же, Дикс его подбирает. Конечно же, есть Квапа с Блокимбаром. Блокимбаром почти 20-го уровня, если что, уже. Антимаг уже 21-й за Оркворкером. Прыгает. СФ. Ничего не может сделать абсолютно. Невесть Юл. Попытается разультоваться. Вот только есть Сайленс. Антимаг, да, танкует на себе всех. Без проблем. Сбревают также Квот Кида. Ультимейт перед смертью нажимает. По классике, по классике, да. Эта игра всё ещё возвращабельна. По-прежнему можно выдать классный Рор. Но слишком много усилий для этого потребуется. Для того, чтобы, тем более, Рор это один герой, а там их целых пять, там Аегисы. Вот понимают, Даркус, что тянуть здесь просто нечего. 22 минуты с антимагом, ногами вперёд, АГС красавцы, АГС молодцы, будут пробовать повторить свой успех на следующей карте, которую мы с вами будем наблюдать через 10 минут после музыкальной паузы. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Было бы, наверное, очень опрометчиво. Вопрос в том, кого банить еще кроме Вайда. Банит ли еще каких-то Кэрри, банит ли, может быть, Магнуса, не знаю, неожиданно. Или Тайт Хантера, условного, который под тимпайт здесь все бы это скреплял. Варианты есть. Можно над ними подумать. Фантомка? Интересно. Была сегодня уже, как раз, да, против Снэпфайр, против Марса. Именно вот в такой же ситуации с Личом, с Фениксом абсолютно точно так же. Правда, Фантомку в том случае переехал антимаг. Просто сбил автобус с номерными знаками антимаг. С этим иногда ничего нельзя поделать совершенно. Можно только принять и понять и простить. И отпустить. Ладно, много чего можно, получается, да. Войд все-таки действительно убран. Что для себя хотят АГС? Я думаю, хотят Тускара. Честно говоря, не вижу повода не взять Тускара. Хороший подсейв, хорошая комбинация со Снэпфайр. Герой комфортный и на линии себя удобно чувствует. Но это будет Дарквилло в этот раз. Комбинация будет не со Снэпфайр, а скорее с Марсом. Скорее действительно под Марс этот герой выбран. Ну, линия известная. Пара ультиметов еще более известная. Можно за счет контроля всего этого дичайшего не позволить Фениксу. Например, в тимфайте Субернову нажать вовсе. Брюмастер появляется у Даркос. Нечастый гость, потому что частый гость в бане. А АГС тут же отвечает Джекернаутом. Я думаю, они еще больше... Ну, Джекернаут выбран настолько быстро, как будто они это планировали. Во-первых. Во-вторых... Увидев Брюмастера с еще большим рвением, думаю, они по кнопке Джекернаута стали стучать. Правда, появляется Сларк. Ва私... Во-вторых... 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 Продолжение следует... Для АГС здесь Shadow Fiend в качестве последнего пика. Это тоже фир под ультимейт Марса вместе с Dark Willow можно вдвоем выдавать даже. И быстрый темповый герой, конечно, под Джиггернау, там идет, ломает вышечки. Сларка взрывает через Юл, так дальше. Ну, вместо этого банят Штармайяр Квардена. Кстати, вот он Магнус. Вспоминал я его, как только понял, что Войда, кажется, в бане. Но какая-то комбинация под Лича, под Феникса, в принципе, не была бы лишней. Почему бы не взять Арпеху? Джиггернау-то она пробивает его, Блейд Фьюри известная. Сларк под Эмпауэром, как и Брюмастер, зажигают на танцполе очень неплохо. Магнус это все склеивает так достаточно ровненько. Единственное, что на миде его могут здесь подизбить. И в целом три милишных кора рискуют в какой-то раз попасть под арену, попасть под Диррайс, все втроем просто погибнуть и не всплыть, так сказать. Темпларка появляется для молодого Пригова, любителю на этим персонажем закрыть драфт. И почему бы нет? Темпларка Джиггернаут, драфт быстрый, урон есть, его полно более того. Против Магнуса стоит здорово. Кстати, на Джаггере мой любимый сет. Красивый, с ума сойти просто. Хотя я вообще не фанат шмоток. Но вот в отличии от большинства, этот меня прельщает. Так, потенциально последняя карта сегодняшнего дня игрового. Уже, я не знаю, кто-то, наверное, только успевает проснуться подключиться. А тут Дота уже подходит к концу. Но тем, кто с самого начала здесь присутствует, или примерно с самого начала, конечно же, я выражаю не только благодарность, а еще и огромный респект, парни. И завидую даже в некоторой степени. Знаете, посидеть, полежать, отдохнуть, посмотреть Дотку в будний день, утром Дотку еще и далеко не самую плохую. Это прекрасно. Так, Альберт у нас играет на Брюмастере. Бэтбой вместе с ним Феникса будет исполнять на Миде. Оркворкер Магнусом планирует раскатывать людей. Лич. Это позиция 5 команданте. Кводкид на Сларке. Так, 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 так. Одну секундочку. Мне кажется, я кое-что не сделал. Есть у меня такое прозрение. Есть у меня такое подозрение. Потому что АГС у нас играет за Дайр, а не Даркос. Но это не сложно поменять. Займет у меня буквально пару мгновений. Мало того, они же ведут еще за счетом 1-0. У-у-у. 3-2-1. Теперь мы видим все правильно. Отлично. Еще и Ферстблат посмотрим. Или как минимум какой-то экшен. Команданте встревает в ежевичный лабиринт. А Кводкид на развороте. Кстати, мне кажется, кого-то здесь загрызет. Новыми будет продолжать забрасывать здесь. Лич. Возможно, даже погибнут оба героя с стороны АГС. Потому что Кводкид отпускать и Марса тоже здесь не планирует. Ошибочка, парни. Ошибочка. Вот. Два стака перманентных. Здравствуйте. И Баунти Руна все еще лежит. А по Баунти что вышло? А по Баунти. А по Твиксу? Два-два. Два-два. По Баунти саморазбрались. Ровно. Соответственно. Но вот то, что с Ларка так фиданули сходу, это прям боль на самом деле. Он на линии... ...очень серьезно будет по башке давать после этого. Бримастер ничего не прокачивал еще на первом уровне. Вот только сейчас взял Дранкенброулера. Ну, будут махаться тут. Но, наверное, на низу даже посерьезнее Лич. Че сделал? Лич отправился регениться на базу. Пешочком. Кстати, неплохо. Да, да. Пока есть время, можно себе позволить там пачку, а другую пак... Пак. Сларк постоит и сам. Зато потом будет подкрепа гораздо более серьезная. Темпларка против Магнуса. Оркворкер определенно будет здесь тоже фармить. Не только лишь Темпларка на этой линии будет золото зарабатывать. Но, как известно, против Темпларки трудновастенько стоять в принципе. А уж особенно, когда ты милишник урона от пси-блайдов. Немеряное количество получается. Да, Мардарк Виллоу, конечно, линия хорошая. Но вот, пожалуй, что не против Сларка, честно говоря. Джиггернаут. Разменивается крипами, разменивается ударами. С Брюмастером под его вышечкой практически. Феникс. Феникс выводит крипов на Снэпфайр. Ему это не особо позволяет. Снэпфайр без ботинка, Феникс с ним. Значит, вряд ли получится загнать окончательно. Хотя Скейтербласт еще будет. Но нет, 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 нет. Квадкит. Имба Стингера добивает. Третий стак не зарабатывает. А вот на Пингвинчике вполне может. 10 стаков обычных. 3 перманентных. Здравствуйте. Я Сларк. Я на легкой линии уничтожаю милишников. Вот такой вот герой. Альберта. Здесь почти что закручивают. Ну и он с телепорта. И Бэтбой просто улетает. Крип под вышку здесь подходят. Никто их отвезти не успеет. Все будет нормально у Брюмастера. Все нормально. Магнус потихонечку уже лес подкачивает. Конечно. Герой в этом плане скоростной. Каких-то стаков не помешала бы парочка на самом деле для обеих команд. Как для Темпларки, так и для Магнуса. Или любого другого героя. Например, Сларка под Эмпауэром. Пока мы этого не видим. Видим, как Лич пытается убежать от Имба Стингера. Но будет еще Брамбл Мейз. Есть шанс. Есть попытка. Команданте. Ну, не судьба. Почти слился нейтралом. Тем не менее. Он быстро вернется. Они продолжат душить. Главное, что у Сларка все великолепно. У Сларка 3-0. Ой-ой-ой-ой. Встревает Брамбл Мейз. И тычку не получает. Но вот скот с ревьюка. Пингвинчик его действительно приговаривает. Вот это уже менее приятно, да. Орк Вуркер. Где он Темпларку убил? Собираемся. Центральная вторая башня сил света. Здесь Темпларку убил, да? Скивер не в кулдауне. То есть это гнался, получается, молодой пригов на Темпларке 4-го уровня за Магнусом под Тир-2, да? Ха-ха-ха. Бывает. Так, Бэтбой на руне ускорения. Занимается Избитием Курьеров. Ой, а вот и Сларк. Второй раз подряд приезжает. У него телепорт в КД. 57 секунд. Он пешком будет сейчас на линию бежать. Начали за здравие, закончили за упокой. Командант Тет теряет фласочку. Вполне возможно, что может еще и погибнуть здесь после этого. Но вот у Сларка прям все неутешительно теперь. Аймсорич. Парочка ударов. Особенно если критов не хватает по нему урона. А Бэтбой при этом потратил свой полет. И погибает в крутилочке от Джаггера. Баунти соберет Брюмастер. Баунти с обратной стороны может взять Марс. Может еще кто угодно. Но команды их распределили поровну. Блин, как жаль, что я вот этого момента не видел. Я как-то вот... Такое проморгать... Не сложно. Да. Брюмастер. Все нормально. Внизу. Поцепили Лича. Лича выбросили. И притоптали еще его могилу здесь. Так сказать. Много урона. От Дарквиллоу, от Марса. Опять же, оба персонажа с двумя демош с пылами. Достаточно опасными на такой стадии. Видим, чем это все оборачивается. Орк-воркер пугает. Даже, я бы сказал, байтит здесь молодого пригола. Заставляет не приближаться к себе ближе, чем там на определенную дистанцию. По квоткиду инициация. Есть копье у Марса. Залетает оно. И Шэдоу Релм. Имба-стингер доминирует. Сларк разразом продолжает умирать. У него 3-0 было. Превратилось в 3-3. Если что. Лич. О, крип, крип. Это было близко. Но вот только копье. И теперь еще и Лич умирает. Мега-убийство имба-стингер. Ни на что не намекаю. Но как-то линия развалена просто похламы. Что называется. О, размены массовые на верхней линии. А, не. Ну, просто друг друга убили сапики. Ну, ладно. Ну, Джаггернаут. Ну, короче. Вы поняли. Вы все сами видите. Вы видите лучше меня, парни. Парни, девушки. Это несложно. Что это? Так. Примастер живет. Это, я так понимаю, через умнислэш пытался его DX зарубить. Ему это не удалось. Когда тебе не удается сделать фраг через умнислэш, ты обычно расстраиваешься. Орк-воркер, РП, двух персонажей вывозит. Молодой Пригов. По нему стучат. По голове. Айм Сорич. С импауэром. Тычка одна за другой. Ну, тут уже не получится за темпларкой пойти дальше. Хотя, как-то она, видимо, сама не против того, чтобы ее убили. Очень похоже на это. Вот Кид еще и перетянулся под такое дело. А тут шестого уровня Дарквилл. Однако, здравствуйте. Можно еще и арк-воркера попытаться забрать. Не хватило урона. И Сларк сделал даблкил. Вот он как бы просел. А вот он как бы уже вернулся, по сути. Пять убийств у него сделано. Пять перманентных стаков на восьмой минуте. Это огромное число. Нечеловечески большое. Так, кстати, Анетворс. Ну, у него все, да, да, все супер. Проблема в том, что Марс с Дарквилл тоже на нем покачались. Но и Сларк не жалуется. Снэпфайр. Тут под регеном Магнус. Вообще у него все просто великолепно. С дампларкой у них ровненько получилось по деньгам. Вышка, однако, внизу близка к падению. Квоткит попробует ее еще подефить некоторое время. Ну, против катапульты здесь просто особо ничего не сделаешь. Хотя, пингвинчик арену раскастовал. Тут же погиб. Арена просто в никуда была использована. И более того, 90 секунд у него этого ультимейта не будет. А так еще и вышка была задинаена благополучно. Имба Стингер на охоте. Видит команданте. Брамбл Мейзом не попал. Но может через бедлам все равно убить. Попытаться фулового героя. Ах, какие проблемы. А, он не попал дычкой! Он ее по квоткиду дал. Какое фиаско, Имба Стингер. Шансы есть. Давай, давай, давай. Лича еще раз мотать. У него маны нет. Нет, нет, не на один скилл. Получилось. Феникс пытается вписаться за своего братика на личе. И уже жалеет, мне кажется, об этом. Брюмастер параллельно на него заход печенькой отбрасывает. Снэпфайер подальше. Ой, мискоординация. Некоторая... Курьера, курьера, убить и убежать? Э, ладно. Поагрессирует на Декса. А не пора ли отойти Альберту? Он же не убьет. Он же не убьет. А через три сек... Он что, убьет? Он же не убьет. Он не убил. И умер. Зачем это было в таком случае? Снэпфайер там. Погибает здесь Дарквиллоу. В очень интересной позиции. Ну, там охота началась. Там шестой уровень получен и все. И смерто-убийство одно за другим. Аймсорич перепрыгивает Бэтбой. А он не слэш идет по нему. Но идет он совсем недалеко и недолго. Бэтбой. Аймсорича добить хотя бы стычки. Да, спасибо. У Лича есть мана. У Лича есть скиллы. А у Джигернаута ничего нет. Он бежит. Брюмастер на перерез. Там не догнать. Там на фейзиках. Мух спит большой. Он слишком юркий, чтобы его здесь заловить. Убивают Магнус с Темпларкой друг друга. И убивают также Сларка. Что происходит? 29 фрагов. 28 фрагов. 10 минут прошло. 28 фрагов. Какие-то просто ненормальные. Ну, правильно, правильно, правильно. Команды меситься без остановки. И вот Сларк уже даже саблю себе берет, а не какой-то условный. Медас, как это любят делать в последнее время. Причем на протяжении уже очень длительных лет. Уже ни одной меты. Ну, не лет, но... Типа того. Ну, почти. Поймал Лича, пингвинчик. Распотрошил его. Кводки не против, правда, пингвинчика здесь подловить. Нечем дальше подзадержать. Брюмастер добегать не особо успевает. Бэтбоя убивают в это время. Ультимейтом Снэпфайр стреляла по стакам, что ли? Ладно, Оркворкер. Оркворкер от двух саппортов. Бедлам уходит в криппов. Все равно получает много урона. Только может развернуться и напихать еще. Что же он делает с этой Дарквиллу? Есть Марс. Все еще здесь. Класс. Не игра, а одна большая драка. Тут уже ни про шмотки, ни про что речь не идет. Просто герои вмесятся безостановочно. Альберт с пингвинчиком. Есть и ультимейт у Альберта. Он не постесняется его раскастовать и побежать за Марсом. Но герой-то плотный. Его так не взять. Башню можно взять. Хотя с Личом, Чайником. Вот он Марс. Вот она Дарквиллу. В Шадоу Релме ее не пробьешь. Команданты успевает еще и забрать здесь имба стингер. И хотел бы я пожелать ему долгих лет жизни и вообще сказать, что он не погибнет. Но, к сожалению, квадгит тут как тут. Под импауэром Сларк. Добивает себе саблю. Бегать, драться ему очень нравится. Я в этом уверен. 8 стаков уже перманентной пассивки. А это уже не бог весь что. Тауэр в миде. После глифа, скорее всего, будет падать. Молодой Пригов не особо возможностей много имеет его дефить. Хотя, в принципе, вторая трапа... Какой-то 12-ом. Да? Ну ладно. Есть Блинк. Собственно, уходит отсюда Темпларка. А вот Марс приходит. И Марс арену установил. Туда же Ultimate Snapfire. Квадкид выйти не может, но урона недостаточно. Джаггер успел убить Феникса. Два героя в Рейерс Полярити. Магнус всех... Ой-ой-ой-ой. Дарквиллоу. Сколько урона делает Дарквиллоу? Это вообще незаконно. Минус 4. Отвратительно начиналось. То есть, ну, у них Темпларка отблинковалась назад. Марс ворвался. Никого не пригвоздил. Snapfire ультимейтом просто в молоко куда-то в центр арены стреляло. Но при этом просто всех убило Дарквиллоу. Вроде даже и РП было, но... Такие вот дела. Лич... Погибает в очередной раз. Сорок первый фраг был оформлен на 14-й минуте только что. Телепорт очередной. Клодкид выезжает, выезжает сражаться. А не просто так. Не достает Даймсорича, но добивает его, несмотря ни на что. Принимба Стингер нереально жарит на этой карте. Двенадцатый уровень Темпларка. Одиннадцатая Дарквиллоу. Дарквиллоу, которая почти с Юлом. Дарквиллоу, которая уже с Вейлом. Оказывается, этот герой был взят не просто так. Двенадцать шесть четыре играет. Так, а ну-ка. А ну-ка, а ну-ка. По уровням. Да-да-да. Солидно идет. Имба Стингер. Видит Лича. Не видит пришляпшли. Команданте. Все, был убит. Дальше неважно. Дальше хоть... Дальше хоть огнем оно не гори. Марс раскастил арену. Умер от Брюмастера в ней. Погибает Вард Джаггернаута. Просто отсюда Брюшке уйти бы, наверное, попробовать. Нет? Как-то Альберт не любит уходить из драк. А, ну ладно, ладно. Вот так получится. А он фуловый. Фуловый тогда вообще проблем нет полностью никаких. Подрался до самого конца. Поднял Джаггернаута. И свалил. А даже я вот, знаете, хочу посмотреть. Убийство, смерть и помощь. Тарквиллоу 13-7-4. Что исполняет этот молодой? Сларк. Был у сражений. Понимает, что БКБ ему пригодится прежде всего. Дарквиллоу на падение. Ответное после убийства на Снэпфайр. Здесь же молодой Пригов. Альберт. Нечем его зацепить. А вот имба Стингера вполне можно, что... Реалм 2 секунды успевает прожать его. И АОЕшек никаких туда не хватает. Брюмастер погибает. Чайник отскочит. Окей, ДВ погибает. Молодой Пригов. Приговарил команданте. Оркворкер на противоположной части карты. Они нашли Джаггера. Они его заэрпэшили. Они его со Сларком убили. Сларк летит наверх. На него включаемся. Яйцо взрывается в никуда. Пингвинчик. Можно за ним устроить погоню. Блинк у него будет. Но только если его не будут жарить Санреев. Че происходит? 52 фрага за 17 минут. Я, конечно, может быть полностью не уверен. Но существует такая нехилая вероятность, что это самая мясная карта Доты, которую я наблюдал когда-либо в своей жизни. Они дерутся все и со всеми. Дерутся маленькими группками по разной части карты одновременно. Тут 10 обсерверов нужно, чтобы это все заметить. Успеть. Причем желательно профессиональных. Так что если какие-то фраги пропускаются, вы меня поймите правильно. 52 убийства поймать было невозможно. Джаггер. Что у Джаггера? Джаггера Яша после барабанщиков. Ничего особенного. Молодой Пригов с блинком. Охотится за саппортами. Может, может себе позволить. Тем более по фарму он не проседает. Тем более дезолятор у него появится уже через пару сотен. Коткит. Откусил пару кусочков от пингвинчика. И продолжает еще это делать. Сбрасывает себя с анодкопья. Террорайз по нему не попадает. Сларк. Лучший герой для эскейпа. Бэтбой. Зацепить бы. Да, Альберт может это делать за счет Юла. В арене они просто постоят или просто выйдут из нее. Альберт раскастил ультимейт. Па бежит сейчас с синенькой пандой и поднимет, например, молодого Пригова. Хотя тот, пожалуй, уже ушел. А вот имба Стингер никуда отсюда деться не сможет. Темпларка. Примастер. Блинка нет. Есть Юл. РП! Тут же нажимается. И стан от Феникса. Возможно, когда-то будет. Возможно, не будет, потому что его разбивает Джиггернаут. Но Джиггернаут уже и сам погиб. И пятый герой здесь тоже отправляется в таверну. Это Рэмпэйдж от Сларка. Только что был сделан просто на 18-й минуте. К 59-м убийствам, если что, уже. Просто Рэмпэйдж, Квадгит. Просто Рошан. 17 перманентных стаков. Как же эти все замесы бесконечно играют на руку Сларку. Сквадгит прям кайфует нереальнейшим образом от этого всего. У него появилась БКБшка. Он сейчас будет с Аегисом. В скором времени там какой-нибудь доска, дебашер. И попробуйте с этим Сларком потом совладать. Кстати, БКБшка и на Магнусе также после Сабли. Идентичный билд у них со Сларком. И тоже еще не использована эта самая БКБшка. О, мне кажется, на самом деле пыл подумерится после вот этих вот событий последних. Теперь уже вот так вот бегать и меситься по всей карте, терять героев достаточно опасно. Не удивлюсь, тем более если Даркос будут передвигаться все вместе. Отныне опять же это и Брюмастер, который сейчас аурами будет закупаться. У него Владмир появится уже очень скоро. Джиггернаут на Брюмастера набегает. Его подняли в Юл и просто отошли от него. Отошли! Альберт! Альберт без ультимейта. Ну, печальная участь его постигнет. За Сларком пытается еще дальше идти здесь и в Бастингер, но это же не особо реально. Не, он уйдет. Убили Лича параллельно. Темпларочка с Дезолятором. Тир-1 вышку здесь непременно заберет. Тем более еще и Гроувба у нее есть. Кстати, Дарквиллоуд я говорил, по-моему, про то, что близко к Юлу еще минут 5-6 назад. До сих пор нет. Это что за ультимейт от Джаггера? Нормальный ультимейт. Ладно, если бы он не погиб... Да, ладно, ужасный, ужасный. Все-таки, все-таки, да. Мне вот в момент, когда полетели огненные шары от Снэпфайр, показалось, что что-то, может быть, в этом такое и было прикольное. Получилось в итоге. Да, неплохо, но неплохо для Даркос. И только лишь для них. Ремастер. Может подцепить Марса. Тот успел блинкануться. Да, когда в РП оказываются одновременно и Темпларка, и Джаггернаут, чем дальше драться АГС, непонятно. Блинк на Магнусе приобретается после БКБшки. Сларк насчет Скади, похоже, передумывает. Но пока еще Башер покупать не торопится. В принципе, время у него на раздумье есть. Некоторые Диэкса видят. Он далековато. Он далековато, и он Джаггернаут. Альберт продолжает погоню за Пингвинчиком. Поднять его в Юлл, клепнуть. Здесь же Данте. Чайника от Крипа еще пару раз отскочит. Дарквиллоу приходит на помощь. Но как бы Дарквиллоу на конвейер здесь не насело. Вместо помощи. Айм Сорича убили параллельно. Боже, это игра. Я не знаю, что вы делаете со мной, чуваки. Джаггернаут за этим темпом как-то вообще катастрофически не успевает. Если темпларка еще более-менее, то как-то у Джаггера действительно дела должным образом не идут. По Нетворсу он отстает сильно. Героев ему убивать не удается. У него 5-4-5 счет. Многовато смертей. В том числе. Сильвер Эдж на Сларке появился. По итогу даже такой выбор был предпринят здесь. Кодкидом. Да, почему нет? Почему нет, когда здесь такой развал происходит. Снэпфайр. Пойма на Сларком. Минус снэпфайр. Стоит ли это комментировать? Пингвинчик. Куда-то они... Вот куда они сейчас бегут, я не совсем понимаю. В целом, все до этого было ясно. Пингвинчик страдает очень сильно. Кодкид. Пару ударов по нему еще сделает. Можно стаков побольше набить. Да, отбросил копьем. Неплохо будет жить. Ладно, 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 Снайпфайр. Да ладно, Пларка. Одна зашла, Снэпфайр умерла. Один зашел, Марс чудом выжил. Одна зашла, Тампларка умерла. Как? Куда? Зачем? Загадка для меня. Пытается Снэпфайр ультимейтом своим дефить. Вместе с имбастингером и его полезными всякими способностями. Правда, тут Кодкид не стесняется уже чуть ли не под Тир-4 врываться. Есть Магнус с РП-хай, но у него есть блинг. Ему, возможно, не стоит вот так въезжать. Джаггернаут не наносит никакого урона, получает РП, погибает за несколько ударов. Террорайз это прекрасно, но еще прекрасней это Сларк от Фижиной, которого уже просто не остановить. Есть сеточка, Снэпфайр, притянули обратно. Бионд Годлайк, Кводкид, остановите его реально кто-нибудь. Если у вас получится. Ой, а как бы он сам себя здесь нет, нет самое. Копье не долетает, они что, не знают? Да ладно. Но он стоит в Шэдоу Блэйде. Он не выходит, чтобы не прокать ни один из Брамбл Мейзов просто улетает. Да, сойдет. Зашли на базу. Убили кучу героев. Никого не потеряли. Сларк бежит обратно, он летел не на базу, он летел на мид. Оркворкер затянет Марса. Тот под спирит Весселом там от Феникса. Это смерть неминуемая. Альберт, ультимейт у него скоро закончится, но этого будет достаточно, чтобы развалить здесь всех и каждого. Это уже стрик на Магнусе, стрик на Сларке. 42-32 на 25-й минуте, 25 перманентных стаков у Кваткида. Но эта игра уже, к сожалению, может закончиться только одним образом. Фрагов больше, чем в играх OG. Не знаю, хорошо это или плохо, но факт остается фактом. Сторона упала первая. На 25-й минуте. Сларка есть башер. БКБшка, а почему бы нет? А потому что он может. Правильно. Тиммейты троллят уже. Веселятся. Парни веселятся, это главное. В хорошем настроении. Бегают, дерутся. И мы в хорошем настроении тоже, 100%. Джаггер Сэнджин Яша пытается выформить хоть что-нибудь. Не то, чтобы у него это особо получалось. Одно буквально мгновение. Пауза у нас тут не задержится. И возвращаемся мы в игру. Сларк с дабл дэмэджем. Что же он сейчас делает с Марсом? Ой, что он делает с этим Марсом? Есть ульчик, причем от него самого, кстати говоря. Терра-Райз в арену. Да, Снэпфлайер ультует. Почти этой комбинации забрали. Лича. Форкворкер. Уже в стиле Сларка. Взрывается Супернова. Оглушает Пригова. Все еще дабл дэмэдж. There is nothing that can stop this man. Это именно вот та фраза, которая, как нельзя лучше описывать ситуацию. И Мбастингер рискует быть пойманным. Хотя можно на него просто плюнуть. Просто пойти, доломать Тер-2, пойти на очередную сторону. Никто там бараги дэпить вообще не в состоянии. Там Тэмпларка мертвая. Остальные герои живые, но толку с них не особо. Снэпфлайер. Почти сожгли в Шадоу Релме. Есть еще Юл. Да, живет какое-то время, но это только лишь полумеры. Альберта пригвоздили. Бьют в сторону. Не, ну ладно, ладно, все. Это просто развал. Просто нужно закончить. Ребята не хотят ливать, хотят подраться. Но очевидно, что Сларк их уже переломал через коленку. Очень хотелось бы пойти на третью сторону прямо сейчас. Хотя вы не будете заставлять. Ладно, последняя попытка. Марс. Давай, ворвался. Умер. Отлично. Джаггернаут ультует. Три героя в БКБ. Он не наносит никому урона. Хотя вроде бы физический. Команданте не умирает, потому что затягивает Тэмпларку. Там РП по двоим. Магнус всех привез. Тэмпларка умерла. Все герои живы. Окей, добили леча. С Байбэкомар сражается. Оркворкер перебивает с руки Джаггернаута, который кэрри вражеской команды. И отправляет его к вот киит. В таверну? Нет. В шадоу Дэнсе убегает он в обратном направлении. Аймсорича не добивает. Бестмастер. Рейбрюмастер его тоже не добивает. Молодой Брегов. Нет Вижена. Даст их кулдауне у Феникса. Забрали. Альберт. Айон Диск. У Альберта еще Юл. Добейте. Когда они респаунятся, перестанут. Дайте трон сломать, парни. Подкид с каким счетом закончит в итоге? 27-5-12. На Сларке. Ошеломительная победа. От Даркус на этой карте. Смотрелась она чуть ли не еще более бесшансовой, чем на предыдущей ОТГС. И это невероятно круто, что команды вот так вот друг друга шатают во все стороны. Это значит, что силы более-менее равны. И третья карта, на которую дело затягивается, нам об этом сообщает. Самым надежным образом за третьей картой, той самой, мы будем наблюдать уже минут через 10. Уходим на паузу. Продолжение следует... 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 И можно... Он ему... Продолжение следует... По ощущениям... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...